Всем привет, с вами Ишхан. К сегодняшнему ролику у меня для вас есть небольшая предыстория. Как-то два года назад у меня были туристы, двое человек, женщина из Ирландии и мужчина из Англии. И мы были на каком-то из дней, не помню, то ли на шестом, то ли на седьмом, и я предложил им съездить в Язицкий храм. Вы, наверное, видели, у меня на канале есть такое видео, а, кстати, оно самое популярное, набрало на данный момент около 10 тысяч просмотров. Так вот, мы съездили туда, и я им вкратце рассказал, что это за место. Сам тогда не знал, что и как. Так вот, спустя два года, когда в день, когда должен открыться самый большой Язицкий храм в мире, приехала вот эта женщина из Ирландии. Оказывается, она журналистка одного из центральных каналов Ирландии. Сейчас 7.10, я еду к ним в гостиницу, чтобы их забрать, и мы прямо едем в деревню Акналич, где находится тот самый большой Язицкий храм в мире. Ожидается тысячи гостей со всего мира. Сам не знаю, что меня ожидает, что там будет. Поедем вместе и посмотрим. Итак, мы уже на месте, я высадил ребят, сейчас посмотрим, что будет. Так что, нет опортеров? Нет, мы в порядке, и мы в порядке, и посмотрим, что это еда. Я думаю, что они буквально питают... В самом деле, они питают пять. Тв-сер. Да, это было круто. О, посмотрите, что ли. Я знаю, Лалиш. Нет, это не Лалиш, это не Лалиш. Это этот храм. О, это Лалиш? Да, это тоже. Да, это маленький храм. Да, да, да. И это арарат, где-то? Да, 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 да. О, это красиво. Да. Так что, наверное, готово. Я надеюсь. Я надеюсь. Потому что... Потому что... Они еще были в бутылке два ночи назад. Да. Ну, я имею в виду, нет другой опции. Да, да. О, дверь. Я не видел дверь. Да. О, мы можем видеть, мы можем проверить. Эти люди. Да. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Он сказал, что он не смотрит нас. Но если мы идем и идем... Да, да, да. Мы просто проверим. Потому что если он потребовал что-то... Да, да, да. Да, да, да. Так, да, да. Так, да, да. Так, Карол, это только для моих подписчиков. Так что вы пришли из Арины только для этого? Да. Да, очень. Мы надеемся на это, потому что это будет отличная возможность для езидей всего мира. Окей. Это открыт, что будет большая темпель для езидей людей. Да. И даже если это здесь, просто везде в Ереван, в Армении, то есть, может быть, что езиди людей из всего мира смогут приехать. Да. Окей. И прожить и прожить здесь. И что вы ожидаете здесь, сегодня? Сегодня я не знаю. Я не знаю, что церемония будет для езиди людей. Вы можете видеть символы от солнца. Да. И, естественно, есть их собственные символы от проживания. Но что они будут делать в церемонии... Да, да, да. ...это, в момент, это мистерия для меня. Да. Да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. О, внутри сейчас... О, нет, смотри, это не очень готово. Да, да. Да, да. Мы всё равно делаем. Главное входило. И есть ещё одна... Возможно, это эта дверь... О, осторожно, вода. Или одна из других дверей, которая относится Лалиш. Я не знал этого. И это очень важно, но я не уверена... Да. Возможно, это эта дверь, которая относится в конечкости, или эта дверь здесь. Я думаю, эта дверь, потому что Ирак должен быть где-то там. Да. Так, хорошо. Да, не там. И солнце. Да, да. Да, да. Да, да. Я просто увидел письма, это нервничая. Да. Давайте я это сделаю. Я не могу. Да, да. Сема! Сема! Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. И так, ты здесь есть старый templo. Да, да. Мы здесь были. Да. Ирак. Когда мы здесь были, там нет людей. Да. Да. Да, да. Это было ничего. Да. Да, да. Да, да. 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 Красиво. Да. Да. Это маленький человек. Да. Да, да. Да, да. Они очень счастливы. Они сделали. Ехали. Сейчас около девяти часов. Идут последние приготовления. И планируется открытие в двенадцать. Я все буду снимать, чтобы не пропустить что-то интересное. Ребят, вы представители канала LaLishTV, правильно? Да, да. Вот что для вас вот этот день? Что он значит? Ну... Вы из Москвы, да? Да. Да. Не объяснить словами, честно. Просто мы давно живем в Армении, уже больше ста лет. И честно, на этот день не объяснить словами. С точки зрения религии, с точки зрения народа, огромное счастье. Для всех езидов мира. Угу. Сколько гостей ожидаются сегодня? Ну, по подсчетам. По подсчетам... Десять тысяч. Да, 15-20 тысяч. Смотрите, больше ста лет наши предки, когда жили в Турции, у них не было возможности пойти в LaLash. Нашу святыню, которая находится в Ираке. И когда в 1915 году Геннадзид был, наши предки перешли сюда жить, у нас не было в Армении святынь. Угу. И это, как бы, для народа, не знаю, духовно. Очень сильный подъем. И есть такая еще маленькая проблемка. Многие не могут пойти в Ирак. Угу. Для многих это очень большая возможность перейти сюда, не знаю, помолиться тут. Ну, духовную спокойность, да, как бы, приобрести. А ваш канал, он, ну, занимается распространением езидской культуры? Они езидской религии, культуры, языка. Угу. То есть каждый день репортажи, какие-то освещения событий. Да, да, программы идут. Ну, не так, что прям все про религию, про жизнь. Понятно, понятно. Как живут. Еще есть, когда в народе так маленькие недоразумения по поводу религии. Угу. Мы все это... Да, обсуждения. Обсуждения, да. Все это там обсуждаем. Вот это правильно, вот это неправильно. А можете еще пару слов сказать вот про Армению, про Армян, вот что для вас Армения? То есть вы здесь родились, вы здесь жили какое-то время? Мы очень дружелюбнее по поводу нашего народа. Как бы и мы, и армяне, мы друг друга называем братский народ. И в честь этого памятник еще? Угу. Через братство. Наше братство как бы закреплено кровью. Еще во время, когда Османская империя начала геноцид, тогда у нас был Джангир Ага. И он воевал с армянами против турков. Против турков, курдов, которые начали атаковать эту часть Армении. И есть район у нас, Апаран называется. И месяц они там жили. Как бы пришли и взяли эту территорию. А Джангир Ага со своим войском отвоевал эти территории. Еще Сардарапад тут есть. Угу. Джангир Ага тоже очень большой вклад. Ну сделал как бы, да. Да, большой вклад в победе. Угу. Не знаю, во время Карабахской войны тоже езиды очень участвовали в войне. Недавние события. Да, давние события. В Армении легко, не знаю, не гоняют. Против нашей религии ничего не имеют. Тут мы свободны. У нас есть взаимоуважение между армянами. Угу. Слышал, глава вашей общины, если я не ошибаюсь, сказал, что Армения единственное место на сегодняшний день, где езиды наиболее свободно могут жить. Ну, можно так сказать, если. Угу. 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 Понятно. Из-за солнца просто. Они из Синчер? Если вы можете сказать, что мы Ирландия, то есть Ирландия. Надя, это красиво встретиться и быть здесь на этот очень особенный день. Как вы чувствуете сегодня здесь? Да, собирается много людей, все прибывают, сейчас уже 10. Кто-то берет интервью, кто-то просто ходит. Здесь видимо будет главный концерт, сидеть почетные гости. Здесь и здесь. Стою, жду указаний ребят. Вон они что-то предпринимают, с кем-то хотят взять интервью. В стороне смотришь на людей и понимаешь, что все такие разные, но всех объединяет то, что они все знают, что они езиды. И напоминает что-то истории, когда возрождался, например, Израиль или армяне приезжали со всего мира в Армению. Все были разные. Да и я сам. У меня есть друзья из Ирака, армяне и мы... У нас нет ничего общего в культурном плане, но мы все знаем, что мы армяне и это нас объединяет. Это круто. Круто, что все так объединяются. А вот ездит стан ТВ. Круто, круто. Через 40 минут ожидается открытие этого памятника. Да. Они арменские? Да, наверное. Да? Да, арменские. Да, они мне сказали, что они были, и что они будут дать танцевать позже. О, окей. Да, есть армяне, что они любят иметь. Они любят иметь. Они любят иметь. Да, девушка, я иду. У нас есть парень. Мирца, я бы сказал, что Мирца должен быть хорошим к этому парню. Он здесь, его брат. Субтитры создавал DimaTorzok Два доллара О, да, мы должны купить один Я куплю один Магнеты? Да, здесь они Вы хотите какие-то магнеты? Ты знаешь, Филипп Он хочет этот Скажи привет Филипп Привет Филипп! Он хочет белый цвет Блый цвет? Ты видишь? Хорошо Спасибо Филипп есть этот Потому что он белый И я возьму этот Хорошо Кэрол берет интервью У представителя Язидской организации в Америке Это очень важный Это очень важный День Это очень важный День Это очень важный У нас есть У нас есть У нас есть У нас есть Это очень важный У нас есть 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 Не знаю У нас есть Я был в этом месте около 10-15 раз, и каждый раз это было так влажно. Никто! Я и пару работников близко к церкви, и это так странно. Ха-ха. 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 Не думаю, это хорошая идея. А, или... Заходим внутрь храма. Я тут был раз 10, когда он только строился, но сейчас интересно зайти, когда он уже полностью готов. Круто. Дверь поставили. При мне двери не было. Все было в лесах тогда. О, как круто. Вау. Такой вот некий символ солнца. Какие красивые лампы. Блин, очень оригинальные, я такого не видел нигде. На самом деле, вот так подумаешь, в мире подобной религии нет. То есть, вот религия езидов, она очень уникальна и очень интересна для изучения. Кстати, мы видели несколько иностранцев, которые как раз занимаются изучением езидов, и они приехали сюда фотографировать или как-то осветить это событие. Что здесь? Что здесь? Вот это интересно. Все подходят. Оу. А это алтарь. Большая очередь выстроилась, и все подходят к этому месту, и его целуют и молятся, и кладут денежку на алтарь. Вот алтарь. То есть, по сути, еще церемонии открытия не было, но люди уже сюда заходят. Вот такие вот дела. Итак, Кэрол, ты был в таком месте раньше? Как... Ничего подобного. Я не сравнился к этому месту. Но нет. Это первый раз, когда я видел ничего подобного. Это очень старая религия, и они, естественно, следят свои свои очень важные правила. Но я лично видел ничего подобного. Да. Да. Ты из России? Да. Ты приехал специально вот сюда сегодня, чтобы на открытие? Да, да. Прикольно. Как тебя зовут? Вирхан. Я Ишхан. Я для Ютуба влог делаю. Влог делаю? Влог делаю. Влог делаю. Из какого города? Турск. Турск? Да. Я из отсюда, Сириван. Сириван? А что, откуда ты проходишь? С Питера, я там родился. Скажи о своих впечатлениях сегодня. Ты вот специально приехал только вот из-за этого, из-за открытия? Специально приехал. Договорился с полковником, чтобы меня отпустили в этот день, чтобы я приехал. В Курске? Нет, нет. Тут. А, здесь. И приехал посмотреть. На самом деле вообще удивился. Очень сильно удивился. Просто открыл. А ты был до этого здесь? Я был до этого здесь. Да, да. А потом, ну, было открытие маленькой церкви. А потом, это сказали, 29 сентября будет большое, это открытие большое. И вот я приехал. Понятно. И что, как тебе вообще вот это? Ты что-то видел подобное до этого? Вообще нигде не было. Ну, будешь приезжать уже, наверное, сюда? Ну, потом специально приеду, чтобы все осмотреть. Понятно. Спасибо. Ну, вот и все. Отснял для вас все самое интересное. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами был Ишхан. И до новых встреч. Так, Кэрол. После того, в конце, что вы думаете? И какие ваши будущие планы делать с этим репортом? Ну, первое, это был уникальный день. Это абсолютно замечательная испытания. Я рада и рада, что я получила возможность поделиться с езидинскими людьми из всего мира. Это замечательная мероприятия открытия церкви. Для меня это был очень особенный день. И для некоторых езидинскими, которыми мы говорили, они сказали, что это был счастливый день их жизни. С счастливым день их жизни. И я думаю, что это потрясающе. И немного о твоих планы. Что вы хотите показать в мире? Мы хотим... Безусловно... Я начинал, потому что я хотел бы чтобы люди узнать, кто они езидинские люди. Я думаю, что люди читают о них, и они слышат ужасные вещи о женосе, массакрах и т.д. Но никто не знает, кто они, где они пришли, что они произошли, что они произошли, почему они в диаспорах по всему миру, и почему этот церковь так важен для них. Спасибо большое, Кирилла. Я надеюсь, что твоя цель будет достигнута. Это красиво. Спасибо. Спасибо за вашу помощь сегодня. Вы были очень... Я уверен, что это показывает во всех работах, что вы делали. Мы всегда были на нашу сторону, и мы получили это. Нет проблем, Кал. Увидимся. 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 Еще раз. Увидимся. 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 Пока. Пока. Увидимся.